Есть большой ассортимент нитей на рынке, но, мое мнение, не всеми нитями нужно пользоваться. И я не думаю, что... Это скорее коммерческое такое, корейское ноу-хау, для того, чтобы побольше этих нитей продавать. Это все понятно. Но, по сути, в работе нужны только несколько видов нитей. Это моды нити, они должны быть у вас разные, потому что, допустим, подглазки они должны быть 12 мм, чуть ниже они должны быть 38 мм, сюда, на эту часть лица 50-60 мм, по телу желательно ставить 90 мм, потому что, чем длиннее нить, тем лучше стимуляция получается, тем больше лифтинг. Но на лицо достаточно сложно поставить длинные нити, и кто работает еще немного нитями, они могут контурироваться где-то, ну, в общем, можете каких-то сделать косяков, которые не нужны вам. Вот. То есть и скрюнити. И скрюнити мы в основном армируем мимически активные зоны и латеральную часть, потому что они в какой-то мере все-таки дают небольшой объем. Не сильный, но дают. Потом скрюнити можно ставить под бровь, для того, чтобы немножечко приподнять бровь, но, поверьте, лифтинга сильного не будет. Немножко будет визуально казаться, что все лучше стало, но скрюнити – это чистое армирование. Нимлифтинг получить почти нереально. Шея ставится в обычные мононити гладкие. 50-60, кто какой длины сможет поставить. Это зона подбородка то же самое. Это вот те нити, которые являются у нас коллагеностимуляторами и армирующими. Я считаю, что на этом можно и закончить. Есть еще ниточки, которые в одной иголочке скручены вместе 10 ниток, которые ставятся, допустим, на сагубке для того, чтобы сделать объем. Сейчас придут ниточки-сеточки, которые теоретически должны заменить филер. Мы их протестируем, пока не могу ничего по ним сказать. Но вот это из того, что новое, на что можно обратить внимание. Дальше лифтинговые нити. Это у нас, как правило, кок с разными насечками. Они бывают на молдинге, которые на конусе. Они, пожалуй, самые прочные такие, которые делают самый сильный литинг. Значит, потом еще есть нити с двумя иглами. Это две иголочки посередине нить. Ними уже нужно уметь работать. Но они выглядят страшнее, чем на самом деле кажется. Потому что, допустим, ними очень хорошо подтянуть бровь. Если мы с одной точки зайдем и на выкол мы выйдем двумя нитками, оно никуда не сорвется, просто оно не сможет никуда деться. Если брови очень тяжелые, мы можем сделать второй вход и вернуться обратно. То есть мы сделаем фактически такой треугольничек. И сорвать это нереально. Я не знаю, что надо делать, чтобы это сорвать. Вот. Эти нити. Потом еще есть методика почти хирургическая. Но это уже для совсем продвинутых. Это есть специальный инструмент. Я вот смотрела последний семинар пластического хирурга московского. Он делает фактически тот же темпоральный лифтинг, как он делает хирургически, только нитями. Но это нужно зайти вот с этой зоны, таким крючком заходит нитка. И специальным инструментом, он вот длинным, вот таким на выкол. То есть это все затягивается, пришивается. В общем, ну это уже так. Это уже потом. Может мы снимем когда-то, у нас инструмент есть, нитей пока нет. Просто мы их сейчас не заказываем, никто ними особо не работает. Ленечка, а насколько долго держится эффект от нитей, от хогов? И, соответственно, от вот этой вот последней процедуры? Все зависит от того, насколько подготовлено лицо, потому что фактически вокруг каждой нитки должен образоваться коллаген. Какой бы он там ни был, пускай это фиброзный, но коллагеностимуляция любая, она подразумевает только такой коллаген. Другого у нас не будет. Вот, поэтому насколько мы можем выработать этот коллаген, мы должны перед нитями провести процедуру мизотерапии, то есть проколоть аминокислоты, потому что это строительный материал, по сути, мы без него никак не можем построить ничего в организме. То есть если лицо пустое, мы в пустое лицо, которое ничего не делалось, мы поставим нити, потому что так настаивает клиент. Ну, я не делаю так, потому что я хочу, чтобы работа моя была красивая, и ко мне потом приходили по рекомендации люди. Так у нее будет месяц красиво, все сорвется, она скажет, я сбросила кучу денег, промучилась, такая фигня, эти ваши нити. На самом деле нити хорошо очень работают, но нужно правильно выбирать пациента и правильно готовить кожу, сделать предварительную подготовку. Желательно сначала проармировать все нитями, потому что, допустим, если мы тем же рейтисом, я его, извините, не понимаю, да, но кто-нибудь работает такое, допустим, мы заливая под кожу препарат, он растекается, там мы в любом случае, у нас есть пустота, мы не видим это глазом. То есть мы фактически вроде как делаем вектор, но очень все так относительно, если этот вектор по сути как мы хотим сделать, то, потому что мы все-таки не можем равномерно подавать туда препарат и не знаем, куда он там утекает и где он стимулирует больше. Аппараты то же самое. То есть мы воздействуем на все лицо, спаивая между собой ткани, а при том ткани эти находятся в состоянии птоза. То есть для того, чтобы мы аппаратом спаяли ткани и они были у нас в лифтинге, мы должны тогда привязать лицо это и ходить, не знаю, месяц там, сколько формируется коллаген, вот 21 день, да, по сути. Мы должны это лицо подвязать и ходить. Никто этого не делает. Поэтому да, мы простимулировали, ткани спаяли, ну как-то зрительно, наверное, кажется, что что-то улучшилось, но это не настолько, насколько хотелось бы. То нити... Если человек приходит после смаз-лифтинга, через какое время имеет смысл ставить нити? Нужно смотреть подвижность ткани. Бывает такой смаз-лифтинг, что оно все спаялось, и смысл вообще... И в этом случае... Да, если ткани не движутся, лифтинговые нити нет смысла ставить, потому что мы должны переместить. Вот у меня они перемещаются, у кого-то ткани не перемещаются, поэтому смысл ставить нити, если ты трогаешь, оно не перемещается никак, нить не вытянет, это невозможно просто сделать. Хорошо, ради волнового лифтинга. Ну, я думаю, он больше воздействует на дерму, поэтому после него... Я не видела таких вот спаек прям после него. И это вообще-то новая процедура, я имею в виду игольчатый вот этот. Не игольчатый, это обычный ради волновой. Да не думаю, что он там прям сильно так работает. Что же спаивать, если неправильно, на высокой температуре много раз делать? У меня были такие просто клиенты. Не встречала я, честно. И конюля просто реально не проходит. Да, есть еще клиенты приходят, врут. Ты им пытаешься ставить нить, и они врут, что у них ничего там нет. Ты заходишь, а конюля просто... Просто не идет. Просто толстая 19-18 джигонюля, она гнется в тканях, она просто не идет. То как бы, ну, не знаю, как от этого уйти. Не знаю, если они врут, то ты никак не уйдешь. Но это мучение страшное, поставить нити, и они не всегда... Не всегда это вообще красиво получается, потому что ты не можешь попасть в тот слой, который тебе надо. И они конкурироваться могут, и ниже конюля может уйти. В общем, наверное, зайти и уйти, но это же потери... Даже не знаю, как с этого выходить. Вот. Что еще хотела сказать? А, по поводу нитей. Тогда, когда мы армируем, допустим, мононитями, скрюнитями, мы четко понимаем, куда зашла нить, и по какому вектору мы хотим создать коллагеностимуляцию. И какой решеточкой мы ставим, то есть вот именно вокруг каждого этого носителя образуется вокруг нее фиброз, который фактически у нас уплотняет терму, именно то, что мы хотим получить, чтобы лицо не висело, кожа не была такая кряпочкой, она собралась как-то вся в кучку. И фактически, ну, то, что гидроксиапатитам хотят решить эту проблему, я считаю, что нитями это можно решить более точно и более красиво. И, наверное, эффект будет намного лучше. И, допустим, сейчас я много вижу, выкладывают пластические хирурги, открывают лицо после гидроксиапатита, какие-то черные включения такие, но это не совсем, конечно, будут. Я могу объяснить, почему я против. Потому что я считаю, что гидроксиапатит кальция – это кальций. Вот кальций – это кость. Ему не физиологично находиться в мягких тканях. Ну, они уже работают основно на кости? Да, для кости нет. Для кости я ничего не говорю. Но именно в мягких тканях я не делаю это и никогда не делаю. Не знаю, почему-то у меня вот так, ну, сразу я. Я считаю, наверное, больше это лекторы, которые это делают, имеют какие-то цифры с нулями большими, поэтому можно его закачивать ввести. Я считаю, что это просто чистый бизнес. По-честному говорить, мы мне сделали два раза подряд года два назад, но минус 10 реально визуально было на гидроксиапатите. Но не на радиусе. Вот по-честному тебе говорю. Это вот реально. Я им просто работаю, я не столько радиусом, сколько кристаллисом. Ну, шикарные результаты. Но я просто сильно разбавляю его для сундермального введения. Я его смешиваю с нуклеотидами, с гиавуронгой, с чем я хочу. Зависит от того, отечное лицо. Ну, возможно, у тебя, знаешь, не сильно получилась стимуляция за счет еще всяких дополнительных препаратов. Нет, я просто так делаю и смешиваю. Ну, честно, работает хорошо. Но я никогда не выкладываю неразбавленный сундермальный. Никогда. Нет, ну его же разбавляют в любом случае. Ну, есть хирурги, которые работают. Я просто видела, вот белорусский один, да. Ну, практически неразбавленный, просто вливают под кожу в этом случае. Но я не понимаю уже этого. Но я тебе скажу, я не знаю, я сделала вот этот корейский мезохиаль, да, нет, как его называется, который полимолочек с гиалуронгой. Господи, реверсал? Да. Ну, вот у меня комочек есть после него. Так это просто, ну, полимолочек. А если бы я тогда залила себе гидроксиепатит, что бы было? Ну, у меня, видишь, на полимолочке идет реакция какая-то нездоровая. Я не знаю, почему. Ну, она же разная тоже есть, если я себе именно делала работа. Алла, так при том я результата особого не увидела. Ну, честно говоря, я тоже. Ну, вот один комочек, вот он у меня есть, я его чувствую пальцем, вот он так вот настимулировался. Именно после полимолочки я обратила внимание, что я сделала вывод, что в динамически активной зоне работать нельзя. И потом уже Юцковскую я там начала слушать и так далее. То есть параллельно эта информация потом пошла по всем вот этим вот эффектам. Я знаю, мне кажется, нитями можно это застимулировать. Ну, может быть. Просто мы же, ну, я не ведусь на это, но большинство ведется на клиента, и они говорят, нет, мне вот две ниточки сюда, две сюда. Нет, две ниточки не работают. Нужно зашить лицо, вот, например, я хочу, чтобы у меня Нина сделала лицо, да, все. Потому что у меня тоже все поплыло. Я там сама при этом пристраивалась, но потом решила, что не надо. Я, например, думаю на свое лицо где-то 100 штук зашить. 100. Интересно посмотреть. Да, да, понятно, это будет и синяки, это будет и отек, это все будет. Но если правильно зашить все лицо, то через месяц это будет вау-результат. Мы делаем фотографию сегодня, да, Нина меня зашлет. А после того, как я вот это все сделаю, потом мы уже поставим лейтинговые нити, то есть коги. Ага, какими ты будешь? Моно и скрю. Моно и все другие я не буду использовать. Я считаю, что не надо больше держать. Вы, допустим, держите там один пакет моно, один скрю. У них срок годности у некоторых год, у некоторых два года. Вы купили себе, положили в кабинете с одной пакет. Допустим, подглазки, если вы боитесь лазить, то 13 миллиметров не берите. Вот, ну, взяли там 38 миллиметров и 50, например. Все, у вас лежат две упаковки этих, с крюшек там лежат тоже две упаковки. Все, у вас клиент пришел, у вас все есть. Вы можете, ну, спокойно работать. Ну, я, если честно, в нити не верила, точно так же, как ты не верила, гидроксиепатит. Но когда мы моей маме поставили, Леночка белая, белая баллун, ставила ей нити, я посмотрела, что реально изменился цвет кожи. Это для меня было первое удивление, что цвет кожи почему-то изменился. Потому что микроциркуляция улучшается. Вот, вот это вот я совершенно не предполагала, что будет цвет кожи. Стоит этот проводничок какое-то время, и он раздражает, раздражает ткани. И начинается туда прилив крови. Естественно, улучшится цвет лица. А если в это время, когда еще проходит реабилитация, подколоть, там, ПТРН, плазму, там, ну, кто что, на что гораздо, да, там, аминокислоты. Вот я сейчас для себя сделала открытие. Оказывается, есть аминокислоты в больших банках. Да. Почему я это... Значит, я наткнулась на это случайно. В сети, там, во всяких там секретных группах, вот. Вот, значит, люди умудряются даже купить препарат, допустим, пол-литровую банку аминокислот. И вот пол-литровую эту банку, она стоит у нас, я уже узнавала, 250 гривен. Они просто курят пациентам, которые хотят... Так, ну что, продолжим с момента показа, как это... Аминокислоты, да? Значит, есть, я случайно наткнулась в сети на эту информацию, есть аптечные препараты, ну, вот, просто для внутривенного введения аминокислоты. Они применяются для чего? Я уже потом стала выяснять. Есть люди, которые лежат, например, в коме, и они абсолютно, ну, ничем их не кормят, ну, кушать они не могут, да, и их постоянно чем-то капают. Вот эти аминокислоты, там достаточно большой набор аминокислот. Умельцы уже приспособили эти аминокислоты для мезотерапии. Получается, если у вас совсем, там, такой копеечный клиент, да, и вы, в принципе, и терять не хотите, и, ну, у нас все идет к тому, что, наверное, так нам придется как-то выкручиваться, карантин нам продлили и не закончат, наверное, ну, такое, а вот, грустное. Вы берете просто этот коктейль, уже готовый аминокислот, он стоит в аптеке у нас 250 гривен, там, 250-300 гривен, но там, по-моему, пол-литра в нем. То есть, вы понимаете, себестоимость процедуры нулевая, фактически, получается. У вас перчатки будут, наверное, стоить дороже, чем этот коктейль, который вы растете. И ты предлагаешь этот коктейль, что с ним делать? Делают как мезотерапию. А, просто мезотерапию. А, просто мезотерапию, да. То есть, как ты, вы, аминокислоты покупаете, там, сколько там, за флакон, 20 евро, 30 евро, смотря какая компания, да? А так вы просто 250 гривен покупаете пол-литровую банку и делаете то же самое. Шприц набрали, раскололи мезотерапию. Это очень ценное, так сказать, очень ценное. Ну, я для себя, допустим, я заказала уже эти аминокислоты, но я хочу их капать внутривенно. Расскажешь. Потому что я, это же строительный материал для всего организма, для всех клеток. Понятно, мы не лежим там в коме и все остальное, но мы не так-то правильно питаемся и не такая спокойная жизнь. Аминокислоты, они же никогда, сколько не ешь, их не наешься. Они очень быстро расходуются. Поэтому вот я, право, прокапаюсь и я вам расскажу, как это вообще все работает. Вот, мы видео снимаем для нашего форума Beauty 911. Мы благодарим Леночку, Леночку, что она согласилась прийти на всякие секреты. Спасибо, что пригласили. Да, и вот я что хочу сказать, что, ребята, невозможно колоться бесконечно, и поэтому мы должны найти что-то касаемо здоровья все-таки. Мы должны восстановить здоровье, а уже гидроксиапатит, нити и так далее, это все уже потом вторично. Я вот скажу по поводу плазмы, я, честно, в нее очень, ну, не очень там верила. Ну, я точно так же и не особо. Ну, вот у меня у мужа хронический бронхит, и он каждый месяц пил антибиотики. Я ругалась, конечно, с ним, но это бесконечная история была. И когда мы уже взяли дистрибьюцию в плазмолифтингах мировских проверок, я думаю, другие проверки наверняка тоже работают. Но, в общем-то, у него это, ну, у него много там клинических исследований, в общем-то, это целая научная работа. Зачем выдумывать велосипед, если можно, как бы, все уже придумано. То вот я мужу делала, сделала, наверное, раза три сначала, его отпустила. Я откручивала пробирку и вводила ему плазму внутривенно. Было страшно первый раз, потому что никто не объяснял, как это все работает. Но, открутив эти пробирки, сделав ему три раза, у него реально ушел бронхит. И периодически, где-то раз в месяц, он мне говорит, что-то я чувствую, у меня опять вроде как начинается. Вот я его уколола, но мы не пьем антибиотики совершенно, то есть совсем. Я считаю, что, во-первых, антибиотики сколько стоят, во-вторых, они же еще за собой несут следующие проблемы, там, дисбактериозы и нагрузку на другие органы. Поэтому это просто очень дешево, открутить одну пробирку и уколоть, даже вы можете открутить пробирку чуть ли не по себе стоимости своему любимому пациенту, чтобы он просто не болел. И он был вам благодарен, что он к вам приходил и был рад, что после того, как вы ему что-то делаете, он себя чувствует хорошо. Но это реально работает. Если уже есть проблема, и вы внутривенно делаете инъекцию плазмы, это работает, это проверено. То есть я проверила это на своем муже, все отлично работает. Поэтому вот я поверила в эту плазму. Много мы сейчас делаем всяких экспериментов и составы обкалываем. То есть не обязательно быть ортопедом, чтобы, допустим, лечить коленные суставы. Вы можете мягкие ткани обкалывать по кругу, где связки, все, людям реально становится легче. Хорошо, мы сейчас переходим к процедурам. У нас уже там сидит первая модель в практической части. Остальные какие-то вопросы уже, наверное, в конце семинара. Спасибо, благодарим. Спасибо.